В Российском университете «Дружба народов» прошел масштабный тренинг для руководства и кадрового резерва. Порядка 140 сотрудников РУДН в течение двух дней учились управлять гипотетическим высшим учебным заведением в рамках особой программы. Создателем и вдохновителем проведения столь масштабных курсов повышения квалификации для руководства и менеджеров университета стала школа управления «Сколково». Это первый этап нашей работы. Он является в том числе и отборочным этапом для дальнейших работ. Далее планируется серия стратегических мероприятий, стратегических сессий, обучающих мероприятий, но это уже будет после сегодняшнего года. Суть состоит в том, что нам предложили вывести такой не очень хороший, теряющий свои позиции в образовательном пространстве маленький сооружительный университет в ТОП-100. Причем задали эту задачу достаточно интересно, с большим количеством вариантов. Данная образовательная технология в первую очередь направлена на то, чтобы участники мероприятия, сотрудники университета, можно так, наверное, иронично сказать, почувствовали себя в шкуре ректора, то есть постарались увидеть университет целиком и стратегии его развития. Это первое. Второе. Они тренируют работу в команде в условиях нехватки ресурсов, дефицита времени, неполноты информации, ну и различных сложностей, которые им подбрасывают разработчики в ходе игры. И третье. Они знакомятся с передовыми инструментами, кейсами и опытом, которые заложены в те решения, в конструкцию симулятора, с которыми они работают. Я надеюсь, что все наши коллеги воспримут эту учебу как очень серьезный шаг по развитию как себя лично, так и своих коллективов и в целом Российского университета дружбы народов, поскольку перед нами стоят очень большие задачи по реализации программы 5 ТОП-100. Дополнительные умения и навыки развивали с помощью компьютерного симулятора, цель которого – формирование общей картины горизонта развития коллектива и оценка необходимых изменений в действующей организационной структуре. Итог такого обучения – понять, насколько коллектив РУДН готов к реализации новых задач, стоящих перед университетом в рамках проекта 5 ТОП-100. Развитие университета, уточнение стратегии университета, поддержка стратегии университета различными проектами, которые помогут РУДН добиться наивысших результатов, в том числе и проявить себя в международных рейтингах на очень высокой позиции. Было интересно, потому что в любом случае мы так или иначе все занимаемся прогнозированием нашей деятельности. Это как бы такая хорошая тренировка, которая сразу выражается в количественных показателях. Настолько все активно, нужно очень быстро разбираться в различных показателях и нужно делать все оперативно. У нас пока, честно говоря, не очень это получается, на мой взгляд, но тем не менее впечатлений действительно я не ожидала, что будет именно так. Отличный тренинг, бизнес, симуляция – это вообще один из самых современных методов обучения профессии, экономики, маркетинга и всему остальному. Это тренд мировой, поэтому очень классно, что есть такие симуляторы для среды образования. Те, кто успешно освоил дополнительную профессиональную программу и прошел итоговую аттестацию, получат удостоверение о повышении квалификации. В дальнейшем же планируется неоднократное проведение подобных мероприятий на базе РУДН, чтобы как можно больше сотрудников университета смогли выйти на качественно новый профессиональный уровень. Анастасия Колесниченко, Сергей Мартыненко, Илья Схасьянов. Новости ТВ РУДН.